Долгое время, так как сама эпидемия, как прогнозируется многими, в частности, эпидемиологами, ведущими России, может затянуться к так называемой относительной острой фазе на пару лет. Не на конца этого года, к концу, пока не создастся в мире и в стране эпидемиологическая прослойка, которая может существовать только за счет иммунитета, иммунитета может быть двух видов, это у переболевших и у вакцинированных. То есть сама вакцина, которая выйдет на рынок, в массовом количестве может оказать эту помощь, но есть одна особенность, которая тоже доказана, что в этой вакцине пожизненный иммунитет. Это вы, наверное, слышали уже тоже. То есть при вакцинации это не пожизненная неоднократность. То есть необходима была ревакцинация, как при гриппе. Сегодняшняя ситуация осложняется тем, на сегодняшний день в регионе, в том, что не только у нас, а только в стране, то, что эпидемиологический порог превышен был раньше времени, чем обычно, по ОВРВИ и ретровирусам, аденовирусам, то есть, как в народе говорят, по респираторным острым заболеваниям. Они буквально смешались между собой сейчас. И получилось так, что люди, они изначально, не слово напуганно употреблять, изначально обеспокоены. Были и средства массовой информации к этому вело, и все мы с вами, в том, что если температура, кашель, то нам немедленно обращаться к врачу, к врачу действительно надо обращаться, но сейчас вызывают скорую помощь. Вот на сегодняшний день количество вызовов скорой помощи в 8 раз превышает обычно, которые звонки. На вчерашний вечер, буквально, когда мы мониторили ситуацию, буквально за 3 часа поступило 150 вызовов. Бригада работает, вы знаете, у нас в нормативе 38-40. Мы сейчас подняли до 50 с лишним скорой помощи бригады. Но этого, к сожалению, это тоже вы видите, как к экспертам, по первую очередь, тоже обращаются. Это сильная ситуация. Ну, из правила, но не сильно, потому что идет ожидание людей, но связано оно еще вот с чем. Это тоже, когда скорая помощь перевозит больного с подозрением на ковид, она, мало того, что идет ожидание в очереди на госпитализацию. Почему эти очереди? Потому что приемное отделение ковид-госпиталя не имеет права принимать 2 больных одновременно. Это делают уже некоторые стационары. 2 приемных, но все равно 2 больных одновременно, они очередь, вот как обычно было принято, у нас сидели в приемных. И потом эта машина обязательно должна быть обработана после обработки. То есть, чтобы к следующему больному поехать, она обрабатывается в больнице, да, средствами, там, в специальной площадке. Есть это также количество времени затрачивает машина на вот эти вот, так называемые вынужденные медицинские правства. Тут принято решение, оно сегодня будет реализовываться, в том, чтобы скорой помощью помочь за счет резерва неотложной помощи при поликлиниках. То есть, увеличить, сейчас они работают до 8 вечера, будем разговаривать с врачами, набирать бригады, которые будут помогать скорой помощи работать до 12 часов ночи. Тем самым, разгрузив ее, и чтобы жители наши не ждали этого вызова. Но, да, больше.